Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня я снова к вам со своими фиалками-трейлерами. Буду много вам показывать и много рассказывать. Поэтому запасайтесь терпением и давайте начинать. Значит, самый первый сорт, который я обязательно должна вам показать, это Chanta Spring. Миниатюрный кустовой трейлер. У этого сорта цветы колокольчики, они лимонного цвета. В центре каждого колокольчика тычинки ярко-желтого цвета. И вот за счет вот этих вот тычинок колокольчики, лимонные колокольчики, приобретают такой вот прям желтый оттенок. Особенно этот желтый оттенок заметен в вечернее время на стеллаже при включенных лампах. Значит, несмотря на то, что это миниатюрный трейлер, мы отличаем по размеру листовой пластины трейлера, что это он перед нами. Мини, полумини или же стандарт. Маленький лист это мини, средний лист это полумини и, естественно, большой лист это стандарт. Значит, несмотря на то, что это мини-трейлер, растет он у меня не в пятерочке, как обычные, да, фиалки мини мы выращиваем в пятерках постоянно. У меня, значит, этот товарищ растет в плошке диаметром 11 см. И высота где-то сантиметров 6 см. Растет на фитиле и прекрасно себя чувствует. Значит, 4 головы здесь у меня посажено. Все 4 головы практически одновременно заложили цветоносы. И вот уже цветет одна голова. Вот эти немножко задерживаются здесь цветения. Но это мой косяк. Для того, чтобы одновременно заложились цветоносы, для того, чтобы они одновременно поднялись и открылись, нужно температуру соблюдать. А у меня на стеллаже там температура 18-20 градусов. Я сейчас вот переставлю на другой стеллаж, где потеплее. И, в общем-то, этот косяк я исправлю. В общем-то, если вы видите, что у вас плохо открываются цветы, плохо поднимаются, обращайте внимание на температуру и на освещение. Добавляйте и свет, и добавляйте температуру. Вот, кстати, сорт Running Wild. У этого сорта очень такие махровые цветы. Это тоже, кстати, трейлер. И вот если вы видите, что цветы не открываются долго, причем не открываются, вот обязательно добавляйте свет и добавляйте температуру. Потому что у Running Wild, если вот это все не в норме будет, вот эти цветы, они такие завянут у вас, не открывшись. У меня, кстати, задавал кто-то вопрос. Вот если смотрите, вот вам ответ сразу. Значит так, трейлер мини, да, в каком объеме горшочка их выращивать? Значит, все зависит от того, какого размера куст вы планируете вырастить. Если вы хотите большой куст вырастить, то можно делать постоянно перевалку в пложки, горшки большего размера. То есть сейчас у меня этот куст растет в 11 размере. Как только здесь все закроется листьями, то есть не будет видно грунта, можно смело делать перевалку, допустим, в 13-ю пложку, да, 13 сантиметров в диаметре. И ставить на фитиль безбоязненно. Все будет расти, он будет у вас постоянно цвести. Если мы делаем пересадку методом перевалки, не нарушая корневую систему, то растение вообще не получает стресс. Если же вы не планируете выращивать большие кусты, то в принципе трейлеры, как и привычные нам фиалки, можно растить и в пятерках менюшки. Они также будут цвести, вот, и как бы все хорошо, все нормально. Отцветет, видите, что уже фиалка состарилась, переращивайте заново. Трейлеры чем хороши? Тем, что они очень быстро размножаются за счет того, что вы всегда можете укоренить пасынок, да, то есть вот у вас растение цветет, вы где-то там сняли пасынок, укоренили его отдельно, это отсвело, хотите выбросьте его, хотите заново перерастите, а у вас там уже на замену пасынок где-то подрос. Вот. Так что можно выращивать, как и обычные мини-фиалочки, постоянно в пятерочках. Если же вы решили все-таки вырастить большой куст, то перевалки не задерживайте, потому что, когда фиалка входит в фазу цветения, она взрослеет, да, взрослеет и проходит какое-то время, стареет. Естественно, корневая система тоже отмирает, какая-то часть корневой системы. И вот если вы задержали перевалку в больший горшочек, то вам придется какую-то часть корневой системы снимать, да, она у вас просто в руках будет оставаться. И тогда, ну, там зависит все от того, насколько вы опоздали. Если вы не сильно опоздали, то, в принципе, трейлеры хорошо переносят такую пересадку. Если немножко запоздали, и видите, что после пересадки у фиалки, листики потеряли туркар, набросьте пакетик. Вот. Я вот задержала пересадку. ЛЕ кудрявый хмель. У меня тут вот потрепало корешки чуть-чуть у этого сорта. И набросила пакетик. Вот. Цветы я удалять не стала. Почему я не стала удалять цветы? Потому что у меня растение здоровое. Тут не было подгнивания именно корневой системы. Было просто старение. Я то, что в руках осталось, убрала, а свежие корни оставила. Поэтому цветы не убирала. Как я уже сказала, да, трейлеры, они очень быстрые. Вот. Если бы у меня здесь было какое-то загнивание корней, да, либо же листики портились, ну, то есть некроз на листьях появился. Некроз на листьях, когда листья у вас коричневые веют, это практически 100% подгнивание корневой системы. Так вот, если бы корневая подгнивала в связи с каким-то там заболеванием, либо же просто от неправильного полива, тогда абсолютно все цветы я бы удалила. Потому что больные растения, они ослаблены, вот, и им цветы не нужны. Цветы будут тормозить вот эту вот адаптацию после стресса. Так, дальше, да, значит, трейлеры. Они у нас бывают кустовые, а бывают ампельные. Чем отличается кустовой трейлер от ампельного? Значит, кустовой трейлер растет кустиком, я вам уже как-то говорила, да, деревцем, вот, кустовой. А ампельный, он растет тоже какое-то время кустиком, но у него потом со временем начинает вот этот стебелечек больше удлиняться, чем у кустового. И со временем, какой-то побег, который впервые стартанул в рост, он будет у вас свисать, да, то есть наклоняться куда-то в сторону. Вот. Вот это вот ампель, отличие основное, ампельного трейлера от кустового. Ампельные трейлеры, они часто растут, и какой-то побег больше свисает на одну сторону, ну, наклоняется, да, а какой-то отстает. Вот. Бояться этого не нужно. Вот. Если вы планируете выращивать большой куст ампельного трейлера, то вот при перевалке учитывайте, на какую сторону у вас идет, вот, смотрите, да, вот на эту сторону у меня падает трейлер. Вот я буду делать перевалочку в ближайшие пару дней, и я при перевалке высажу этот трейлер немножко вот так вот боком. Вот так. Вот. И выровняю его. Да, там какой-то шара симметричного, такого, чтобы прям, знаете, вот круглый шар не получится, но более-менее такой круглый кустик все-таки шаровидный будет. Кустовой же трейлер проще вырастить вот именно вот шарика. Так. Покажу вам еще сегодня Робс Балара трейлер и Рокки Монтейн трейлер. Значит, многие считают, что эти два трейлера между собой очень похожи. Но это не совсем так. У них все-таки разница есть. Рокки Монтейн более такие яркие цветы по сравнению с Робс Балара. Фэнтези более насыщенная, яркая, чем у Робс Балара. Также отличаются листики. Вот Рокки Монтейн вот с этой вот стороны. Вот смотрите, лист заостренный. А это Робс Балара. Здесь листик более округлый. Вот. А так растут эти два трейлера. В принципе, одинаково. Что вот этот хорошо кустится. Это вот, кстати, трейлеры, что Робс Балара, что Рокки Монтейн трейл. Они не совсем кустовые, но и не совсем ампельные. Такое что-то, знаете, между тем и этим. И кустиком растет, и постепенно удлиняется, и заваливается на бок. Все. Вот эта насыщенность. Вот Рокки Монтейн, вот-вот. Смотрим, да, какой яркий. И Робс Балара. Меньше фэнтези по лепесткам. То есть вот этот как бы поинтереснее. Конечно, вот этот оттенок, насыщенность цветов еще зависит от условий. Естественно, если у вас тепло, жарко, то будет более бледные будут цветы. Но все равно будет вот это отличие фэнтези. Если же добавить, ну, в прохладных условиях оба сорта выращивать, то все равно Рокки Монтейн цветы будут более яркие и более такие вот нарядные по сравнению с Робс Балара. Несмотря на то, что эти два трейлера как бы похожи, я все равно держу два сорта, и они оба мне нравятся. То есть, ну, есть так, да, мало места там от каких-то похожих сортов, можно, ну, избавляются чаще всего, да. У меня пока в планах этого нет. Выращиваю и тот, и этот сорт. Робс Балара неприхотливый и также Рокки Монтейн. То есть для новичков это такие вот стартовые сорта. Вот я переращиваю вот этот Робс Балара, видите, у меня слишком вытянулся вот здесь вот стволик. Значит, чтобы сформировать хороший пышный кустик, значит, что нужно сделать? Либо рубануть вот эту верхушку, и вот эти пасынки быстрее стартанут в рост, и кустик распушится. Либо же, как я уже сказала, Робс Балара и Рокки Монтейн это трейлеры и не совсем кустовые, и не совсем ампельные, что-то среднее. Значит, можно дождаться, пока здесь вот в этой пложке нарастет хорошая корневая система, пока сам кустик, да, увеличится. И при следующей перевалке, если у меня будет в планах вырастить большой куст, выбрать сплошку еще шире диаметра, и вот этот стебель, который удлинился, немножко, ну, наклонить, да, пришпилить его к грунту, убрав часть листьев вот отсюда, со стволика, ну, чтобы положить на грунт, да, вот этот стволик, в общем-то, пришпилить, и будет расти вот здесь вот голова, это дальше, и также пасынки откроются. Но все-таки такой вот метод формирования трейлера, он более затруднителен, более длительный, потому что, если укладывать вот этот стебель, нам что нужно добиться, чтобы не просто вот эти пасынки поднялись, но нам нужно еще так сделать, чтобы новые пасынки пошли вот с этих пазух листочков. А это не всегда получается быстро. И если стебель оголится, он со временем в любом случае вот эта пустота оголится, это будет тянуться туда, а тут будет голая, то, в общем-то, можно долго формировать красивый кустик. Поэтому в таких случаях все-таки быстрее безбоязненно вот тут вот трубануть голову, ее отдельно укоренить, а тут дальше выращивать. Так бывает у трейлера. Есть у меня второй кустик, далеко доставать, тоже я его переращиваю, так вот там вот как-то одновременно, более одновременно все пошло в рост. И основная голова, и молодые пасынки. Здесь вот видите, что-то было видимо с условиями, может быть в тепличке передержало, и изначально стволик потянулся, и теперь вот такая вот проблема. Но мы это исправим. Значит, также хочу вам в этом видео показать несколько кустиков трейлера ЛЕ шотландский вереск. Так, сейчас все уберу. Так, ну вот они, красавцы, ежики, елочки, по-всякому можно называть. Многие жалуются, что этот трейлер вот так вот ежится и не цветет. Вот как с ним быть, как заставить все-таки его цвести. Вообще, ЛЕ шотландский вереск, он сам по себе трейлер, который, ну, вот прям так вот обильно, он не цветет. Но все-таки заставить его цвести можно. Значит, если вы видите, вот видите, у меня кустики, да, вот где-то более рыхлый кустик, он уже с бутонами. Где вот такие вот ежики, ну, в принципе, тоже есть уже цветочки, но их меньше. Значит, что сделать, чтобы вот этот куст, вот такой вот, да, еж зацвел? Можно, конечно, попробовать добавить освещение, вот вплоть до 14 часов освещения, хорошего света. Потому что, представьте, вот для того, чтобы заложились бутоны, нам что нужно? Свет, ну, подкормка там, да, но и свет нам нужен. Вот, если у вас кусту такой ежик, то какое-то там восьмичасовое, десятичасовое освещение, слабые лампы тут не прокатит. Темно, слишком темно, чтобы бутоны появились. Поэтому можно добавить освещение. Но, тем не менее, если даже вы добавите освещение, как вот я добавила, где-то выскочат цветоносы, а в середине этих цветов все равно не будет. Поэтому нужно дать света. Чтобы дать света, нужно центральную голову найти, где эта центральная голова, и срезать ее. Я почему этого не делала? Потому что я, во-первых, наблюдала, а во-вторых, я думаю, я при перевалке в большую большую плошку, тогда уже найду эту центральную голову и просто ее вырежу, срежу ее. И у меня куст больше откроется, и, естественно, света вот там все внутри будет больше поступать, и цветоносы заложатся. Вот так вот. А вот этот кустик, тут я как раз в маленьком возрасте вот эту центральную верхушку нашла и срезала. И вот там даже видно. И вот видите, он у меня не такой ежик, и при хорошем освещении он у меня уже скоро зацветет. Вот здесь вот, так, тут я не резала у этого куста верхушку, но я его какое-то время выращивала на стеллаже, где у меня освещение, ну там лампа, во-первых, слабоватая, и я там наверное часов 9 всего фиалки подсвечивала. И вот он у меня немножко подтянулся, видите, как отличаются кустики. Так что вот здесь я думаю не надо ничего срезать, никакую центровую там верхушку, просто добавить света, вот, и черешки удлиненные тут, между черешками пространство есть, то есть я думаю, что добавив освещение, то тут все заложится, все заложится и все зацветет. Так что вот смотрите на свой шотландский вереск, если у вас вот такие варианты, подсказочка вам. Также шотландский вереск, вообще трейлеры любят, когда им постоянно добавляют новый объем грунта, но вот некоторым сортам можно резко добавить больше, допустим, рост в пятерке, можно там добавить, ну давайте на граммах, рост в 150 граммах, можно добавить до 350, вот у меня есть такие трейлеры, так я не знаю, доставала, нет, наверное, не достала, и они в общем-то вот эту большую добавку перенесут с легкостью, в шотландский вереск же нет, вот, вот листовая масса какая, да, я не помню, вот я подписывала когда, нет, здесь не подписана у меня пересадка, ну где-то месяца два точно назад я вот в 150 грамм переваливала уже подросший достаточно куст, и тем не менее корней нет, на фитилену корней нет, то есть корневая не так быстро разрастается, как у других сортов, а вот этот подписывала, вот 16-го, 11-го перевалила в те же 150, и вот только спустя декабрь, январь, февраль, три месяца я буду делать перевалку этому кусту, и я не буду сюда, здесь 150 грамм грунта, я где-то добавлю вот 200, там может 220, то есть чуть-чуть больше добавлю шотландскому вереску, потому что я пробовала этому сорту давать больший объем сразу, нет, там сразу идет загнивание корней, это не значит, что вот сразу трейлер пропадет, нет, просто он у вас расти не будет, вы будете на него смотреть и видеть, что что-то с ним не так, поэтому вот эту особенность этого трейлера обязательно учитывайте, так, еще я вам хотела показать сегодня трейлеры, которые не совсем трейлеры, растут очень часто вообще, трейлеры, чем отличаются от обычных фиалок, они посынкуются, да, а вот есть такие сорта трейлеров, которые не посынкуются и растут как обычные фиалки, я не знаю, чем руководствуются селекционеры, давая вот определение, да, трейлерный это сорт, либо же нет, ну, наверное, прежде всего, я так думаю, что это цветение, потому что, так, сорт РС Тайна Ниагара, это трейлер, стандарт, цветы у этого трейлера, они шикарные, я не могу их описать, это лавандовый такой голубой цвет, с более насыщенным цветом, это такой вот краб фэнтези по лепесткам, цветы даже, вот они открываются, вот гроздьями, да, открываются они практически одновременно, и вот здесь вот уже подпорченные цветы, но в общей массе вот эти подпорченные цветы, они вообще вот даже кажутся как будто бы и незаметны, классный вообще трейлер, но у этого трейлера минус, да, первый это то, что он не растет как трейлер, это первый минус, второй минус, он вот огибает, листики прям вот подгибаются под горшочек, вот видите, подкручиваются, вот так, мне вот удалось, у меня, я выращивала их несколько розеток, вот одну розетку, вот видите, мне более-менее удалось вырастить так, что листы не так вот подгибаются под горшочек, вот сейчас вот не убираю эту розетку с того стеллажа, с под той лампы, наблюдаю, как себя дальше поведет этот трейлер, ну вот видите, он не посынкуется, цветет уже с детки, я у одного кустика срезала верхушку, не знаю, сейчас не буду вам показать, как-нибудь в следующий раз что-то, посмотрим, что там получится, то есть принудительно попробую вырастить как трейлер этот сорт, вот, если же не получится, ну, методом сурбания верхушки, вырастить РС тайну ниагары как трейлер, буду пробовать выращивать три розетки в одном кашпо, но опять же, это стандарт, да, вот смотрите, размах розетки, так это же еще не крупный, ну, не совсем взрослая фиалка, она же по сути вырастет еще больше, и вот, какой же размер плошки должен быть, да, вот грубо говоря, для стандартов мы даем восьмерку-девятку, вот даже 8 сантиметров, это 24 диаметра плошки должен быть, и тут вот трудности могут возникнуть с фитильным поливом, поэтому те стандартные трейлеры, которые я выращиваю в огромных плошках, ну, вот как раз вот 24 сантиметра диаметр, они у меня на верхнем поливе, вот, есть трейлеры стандарты, которые я ращу в плошке 18 сантиметров диаметра, ну, вот эти вот на фитильном поливе стоят, и то все мы знаем, да, что на фитиле у нас грунт портится быстрее, чем на верхнем поливе мы выращиваем фиалки, и пересадки естественно чаще, если фиалка растет на фитильном поливе, обычную фиалку, ну, можно хоть раз в год делать пересадку, методом срубания головы, то есть от села голову срубили, перерастили заново в свежем грунте, там, и все нормально, все хорошо, с трейлерами же, в принципе, можно и так поступать, но тогда у вас не получится вырастить огромный куст трейлера, и не посмотреть весь потенциал сорта, ну, проще, наверное, так сказать, поэтому иногда вот эти вот трудности надо как-то преодолевать какими-то там, я не знаю, хитростями, ну, я пересадкой делаю, хоть на фитиле выращиваю, делаю его, стараюсь вот эти пересадки не пропускать, если где-то чуть-чуть пропустила, использую тепличку, ну, в общем-то, в общем-то, вот так вот, кстати, так же, как и РС тайна Ниагары, ведет себя ДС сады любви, тоже, я не знаю, почему это трейлер, вот, вот она тоже не пасынкуется практически, даже если здесь пасынки появляются, их очень тяжело выводить, эти пасынки, вот, поэтому ДС сады любви тоже можно выращивать три розетки в одной плоске, либо же рубить голову, я, кстати, срубила, я вам уже тоже показывала, ДС сады любви, вот, тут я срубала голову и вот ждут светения, но не на фитиле, видите, перевалила в торф, добавила мха, чуть-чуть перлита, хотя я перлитом сейчас не пользуюсь, а вот для верхнего полива использовала перлит, поставила вот на керамзит, чтобы грунт не пересыхал и чтобы реже поливать было, и, в общем-то, растет, по идее, должно тут все зацвести одновременно, но этот процесс будет не быстрый, а так вообще, ДС сады любви, это рано зацветающий сорт, и причем вот маленькая вот такая вот розеточка, а там полно цветоносов, вот эти цветы, вот там новые, и постоянные, это постоянный рост и постоянное цветение, вот, видимо, это основное отличие, видимо, селекционеры как-то замечают и дают определение, трейлер это или же не трейлер. В следующих своих видео я обязательно вам покажу свои стандартные сорта трейлеров, расскажу, как я их выращиваю, с какими проблемами, трудностями можно столкнуться, покажу вам еще раз, как выводить пасынки, вот, также будет отдельное видео о сорте ЛЕ Шеридан, я вам покажу там одну такую проблемку, с которой можно столкнуться, вообще выращивая трейлеры. На этом, мои дорогие, всем всего хорошего, мира, добра и благополучия. Субтитры сделал DimaTorzok